Айти-лицея Казанского федерального университета посетила делегация акционерного общества «Газпромбанк» во главе с первым вице-президентом «Газпромбанк» Натальей Третьяк. Сопровождал гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гаворов. Ученики Айти-лицея КФУ представили делегации свои разработки. Наталья Третьяк рассматривала все с большим интересом. Гости побывали также и в компьютерных классах Айти-лицея. После экскурсии они посетили Институт управления экономики и финансов КФУ. В переговорной прошла встреча, где обсуждалось возможное сотрудничество между КФУ и акционерным обществом «Газпромбанк». Как отметил ректор университета Ильшат Гаворов, в приоритете стоит строительство многофункционального центра рядом с Институтом экономики и управления финансов КФУ. Также необходимое место для проведения масштабных конференций и форумов. Нам нужен здесь зал где-то на 400-450 мест. Это значит так, чтобы кто приезжает и здесь же жили. То есть можно было разделить общежитие гостиницы. Я же одним словом был. Одна-две части, в одном для преподавателей, а другую часть для студентов. Рассматривалось также и строительство кампуса для высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Решат Гаворов отметил, что в Иннополисе есть кампус, но за почти 6 лет он так и не начал свою работу. Для Казацкого федерального университета он неудобен по ряду причин. Не очень удобно локализуется. То есть, во-первых, не добраться. Преподаватели туда не хотят ехать. Мы там лабораторию разместить тоже не можем, потому что не очень понятно. Еще раз говорю, собственностью. И мы разрываем технологический процесс. В городе есть один технопарк IT. Он сегодня перегружен. Наталья Третьяк поделилась, что «Газпромбанк» уже реализовывал удачные проекты в сфере образования. У нас опыт в ряде регионов, построивших детских садов и школ. С возами у нас несколько сложнее, но мы тоже эту работу начали. Два проекта мы выпускаем в моей политике. Я думаю, что точно мы найдем общие интересы в отношении нашего университета. Ректор Ильшат Гафуров говорил о идее создания кампусной карты, которая сможет стать единым студенческим билетом, пропуском в университет и кошельком, на который обучающимся в КФО будет поступать стипендия. Такой масштабный проект готов реализовать «Газпромбанк». На встрече говорилось и о возможном строительстве научно-образовательного центра на территории планетарии наподобие «Сириус». Были намечены дальнейшие планы взаимодействия Казанского федерального университета и акционерного общества «Газпромбанк». Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. «Газпромбанк».